Прибытие поезда на станцию Г-Дедвуд. Южная Дакота. Малочисленный городок, постоянно продуваемый ветрами стоящей долине Аяса. В городе есть парикмахерская, банк, салон и церковь, несколько зажиточных домов промышленников и торговцев. Из вагона выходит человек в строгом костюме в цилиндре и с чемоданом. Садится в повозку и едит в Г-Дедвуд. Дорога в городе. Кучер говорит. Приехали, сэр. Человек сходит с повозки у салона и извозчик уезжает. У салона он видит пьяного инвалида. Инвалид, приветствую вас, сэр, не угостите ветерана виски. Возможно, если подскажешь, где я могу найти тех, кто знал бывшего в вашем городе шерифа Генри Ферста. Сэр, много поменялось в городе, много новых людей и вряд ли кто вам сможет помочь. Инвалид было замолчал, но желание выпить было выше него. Знаете, сэр, вам повезло, есть один человек, кто знал его. Где я могу его увидеть? Он перед вами, сэр. Вы? Да Бун Холестер к вашим услугам, я знал шерифа и, наверное, смогу вам помочь небесплатно, конечно. Бун показывает пустую бутылку. Сцена в баре. Бун никто не интересовался много лет, а Генри зачем вам? Я расследую дело о разволе. Да громкое было дело. Расскажите все, что вы знаете о нем. С чего начать? Начните с самого начала, как и откуда он пришел в этот город. Бун налил виски и выпил. И пошла история рассказ от Буна Холстина. Сцена 1 Орел пролетает над Дулиной и звучит музыка и закадровый текст. Сцена 2 Камера находит главного героя, стоящего на холме и держащего за узду осла. Сцена 3 главный герой едет по пустынной дороге. Сцена 4 Навстречу едет повозка с человеком. Сцена 5 Диалог главного героя и человека в повозке подчеркивания. Подскажите, это дорога на Вэлру. Нет, парень, впереди город Дедвуд. Ты ошибся поворотом на развилке. Ну что ж, Дедвуд тоже сойдет. Вам случайно работник не требуется. Нет. Работа нужна. Да в наших краях после войны все разорено. Доберечься до города. Спроси шерифа Мастерсона. Может, что и подскажет. Все вопросы решаются через него, тем более тебе придется получить регистрацию по прибытии. Бывая парень у дачи, на повозке кричит, но. И дергает поводье. Сцена 6 Главный герой входит в город. Сцена 7 Подезжает на осле к зданию шериф и видит сидящего на стуле Мастерсона. Уточняет он ли это. Здравствуйте, сэр. Мне нужен шериф Мастерсон. Здесь ли он? На что получает ответ. Я есть Мастерсон подчеркивание, что тебе здесь нужно, пацан. Бродягам не место в моем городе. Второй персонаж с массовки говорит. Слезай с осла, когда говоришь с шерифом, мне нужна работа, сэр. Я слышал, что в вашем округе есть ранчо, подчеркивание, ранчо. Да они есть, но не думаю, что ты им подойдешь, слишком много сейчас ищущих работу, есть оружие. Нет, сэр, а деньги на постой. Не цента я привык спать под открытым небом, ну что ж, останешься в конюшне на ночь, завтра посмотрим, как тебе помочь. В моем городе бродяг нет. Главный герой уезжает на ферму на окраине города. Сцена 8 Главный Главный герой просыпается в конюшне, его будет Мастерсон подчеркивание, подъем парень. Помнится тебе нужна работа. Мне нужен помощник. Приезжий закадровый текст. Почему именно он? Бун закадровый текст, не знаю, возможно он кого-то напомнил ему. Приезжий, кого именно Бун, возможно погибшего сына, многие в те годы кого-то потеряли, а возможно что-то увидел в нем. Мастерсон у конюшни продолжение сюжета по зле задержки кадра. Твой ответ? Длинная пауза, персонаж сидит в соломе, чешет затылок. Я согласен, что мне будет полагаться и мои обязанности. Сэр Мастерсон, постой и питание у Марии Альварес и выплаты за поимку бандитов, ну и конь пока служебный, а там и своего приобретешь, если останешься жив. Геэл, что ж, перспектива неплоха, умереть везде не мудрено, я видел смерть эсэр. Мастерсон, подъем и пошли посмотрим, как ты умеешь управляться с оружием за конюшню. Сцена 9, Мастерсон смотрит, как Ферст стреляет в стенд с объявлениями о розыске. Мастерсон, покажи мне, как ты владеешь этой штукой, никогда не стрелял в живого человека, клянусь лишь по зайцам и андатрам для пропитания, раз все обговорили и на это есть твое согласие, то поедем в город, определю тебя на постой и выдам тебе документы в моем городе, бродяг нет, что ж неплохо, Геэл, я часто стрелял с отцом, он погиб на войне, Мастерсон не соболезную, кладбище переполнено, мрет народ беспорядка. Вот его то мы и должны обеспечить, а то, что не день то. Мастерсон вздохнул и не договорил, наверное, чтобы не пугать, парня голоден, пойдем поедим, потом определю тебя, получишь документы в моем городе, бродяг нет. Сцена 10, в доме промышленника, ты мне оещала, что заберешь купчую на землю старика Мортона, обещал, будет тебе участок упрям, старик, завтра вопрос должен быть решен, деньги выплачены, сцена 11 у салона, Мария Альварес, Мастерсон, добрый день, Мария. Мария, шериф, принимай на постой моего напарника, а такого красавчика почему и не пристроить мои условия, тебе известно, располагайся, завтра утром приступишь к работе. Шериф, есть разговор, уделите мне ваше время, поговорить и помочь, моя обязанность, пройдемте в салон, сцена 12, Мария и Мастерсон за столом, в салоне Мария, шериф, давно не появлялся в Дедвуд, старик Мортон, нехорошие слухи разносят по салону. Не могли бы вы проверить ранчо старика? Мастерсон, завтра мы поедем на дальний кордон и сделаем круг через его ранчо. Мария, спасибо, шериф, ваши слова меня успокоили. Мастерсон, а кто он вам, почему такие переживания? Просто знакомый приятный старик часто скупается у нас. Мы решим этот вопрос, думаю, вы зря переживаете. Мне пора есть еще дело, буду ждать тебя в шести в офисе. До свидания. Мастерсон прощается и уходит. Сцена 13, сцена в салоне Бун. Кадр, где вороны взлетают с крыши церкви от набата колокола на мессу. Жители на воскресной мессе. В салоне сцена, где пьяный Бун говорит. Громкую речь произнес тогда святой отец. Кадр, где Мастерсон крестится и кланяется распятию. Мастерсон и Генри Ферст отправляются в путь на дальний кордон. Сцена пути. 14 впереди дом старика Мортона. Герои останавливаются из седа, кричит Мастерсон. Мортон Тичета, шериф Дедвуда, нужно поговорить вы тут. Тишина Мортон Тичета, шериф Дедвуда, как вы все в порядке, вы тут. Мастерсон видит следы копыт, открытую дверь слазит с коня, приседает и проводит пальцами по земле с следами копыт. Копыта не подкованы. Индийцы. Но они давно здесь не появлялись, их поселение далеко отсюда, армия следит за этим. В пыли притоптанный окурок сигары стряхивает землю с рук. Воспоминания на войне в окопе Нет, смотри, что завалялось у одного представившегося. Это сигара Нет, как же давно я не чувствовал этого запаха. Давно и мне эти сигары не попадались. Да к этому я имею слабость. Навдохни ее аромат. Мортон это шериф Мастерсон. Идет в дом. Больше открыв дверь видит ноги человека босые, проводит взгляд и перед ним труп Мортона. Крысы убегают с тела Мортона. Мастерсон оглядывает помещение и приседает проверить, жив ли он. Нет труп. Сцена 15 Мастерсон и ферст у ворот кордона часовой кричит кто такие. Шериф Дедвуда по заданию генерала Трентона для этапирования заключенных прибыл. Сцена 16 открытия ворот облер камеры показывает солдат внутри кордона. Сцена 17 Мастерсон и генерал Трентон приветствуют друг друга шериф Мастерсон прибыл сэр. Рад вас видеть шериф пройдемте обсудим предстоящее задание. Сцена 18 в штабе стоят у стола с карты и генерал говорит. Завтра мы выдвигаемся на поиски губернаторской дочери С. В нашем районе появилась банда создают большие проблемы. Вы выдвигаетесь к ЖДП переезду и передаете заключенных рейнджорам Роуэлла. С вами отправится отряд сержанта Вилкинза. Надеюсь все пройдет гладко. Эти заключенные не представляют интереса. Генерал должен доложить, что на моем участке на ранче был убит хозяин этого ранчо. Генерал есть предположение кто? Мастерсон нет сэр кони без подков стрел нет вряд ли индейцы. После разберемся а пока отдыхайте вас накормят распоряжение отдано вашими лошадьми займутся завтра утром в путь. Комната ферст и шериф за столом едят. Сцена 19 утра колонна готова выдвинуться. Отряд выдвигается к ЖДП переезду два дня пути. Сержант предлагает сократить путь. Мастерсон соглашается. Сцена 20 привал ночь. Сержант расставляет посты у костра разговор. Сержант выдвигаться нужно рано, чтобы встретить поезд между станциями. Мастерсон кивнул согласившись. Утром отправляются в путь прибывают в место где должен пройти поезд ждут. Вдали слышен длинный гудок выстрелы. Герои едут на выстрелы вдоль железной дороги. Видит поезд убитых ренджеров, к ним подбегает машинист. На нас напали. Колонна вязалась в бой. Бой. Остатки банды убегают. Сержант требует преследовать бандитов. Мастерсон против. В нашу задачу это не входит. Сержант они уйдут натворят много бет пока соберутся их ловить войска. Они еще недалеко есть возможность с ними покончить если получится захватить. Мастерсон отказывается. Он видит, что те кто рядом с ним не готовы к бою и преследованию пытается избежать смертей и выполнить этапирование. Рядом с ним непонимание. Сержант приказываю обеспечить охрану поезда и груза проследить насколько это будет возможно куда уводят следы оценить направление беглецов. Следы скоро исчезнут и будет сложнее отследить банду. Оставаться у поезда и ждать помощи или продолжить движение до станции и встретиться там с армией выбор наверное очевиден его мастерсон и принял. Я отправлюсь с задержанными навстречу армии или до ближайшей станции и постараюсь сообщить о вас. Спрашивает у машиниста. Как часто ходят поезда? Шериф это ветка в одно направление до роула мой путь туда и обратно поездов больше не будет ближайшая развилка в одном. Пяти днях отсюда верхом дня два-три вдоль путей. Но можно срезать через каньон правда об этом пути я не знаю. Сцена 21. У вагона Ферст поднимает слиток золото смотрит и все внутри ему говорит вот решение проблем все будет только возьми и рви когти. Мастерсон увидел Ферста с золотом подошел и говорит. Этот блеск обманчив парень он манит но поверь он заберет все не дав ничего взамен. Дай мне его и готовьтесь в путь. Ферст посмотрел на шерифа на золото и еще раз. Шериф прикрыл золото рукой. Посмотри на меня готовьтесь скоро отправляемся. Ослепленный Ферст пошел к лошади оглянулся. Мастерсон бросил кусок так безразлично как мы бросаем голыши в воду. Сержант. Да сэр. Приказываю когда починят пути следуйте с имуществом банка к месту назначения там надеюсь встретимся. Слушаюсь ответил сержант скомандовав по фамилиям бойцов которые остаются с ним. Мастерсон, Ферст и солдат с этапируемыми отправились в путь. Двигаться вдоль же д больший крюк всегда есть путь короче и Мастерсон обратился к индейцу. Ты знаешь здешние места. Мы теперь часто меняем стоянки белые всему виной да знакомо мне эти места. Можешь провести нас через каньон. Индеец в долгой паузе пристально осмотрел в глаза шерифу. Мастерсон я понимаю что за все есть цена. Обещаю сделать все от меня зависящее для твоего положения. Я отведу вас. Ферст. Шериф что вы делаете? Разве это разрешено? Нет конечно но если это поможет я готов рискнуть. А если он убежит? Тогда наш путь станет длиннее. Колонна шла по каньону индеец указывал путь, а Ферст и не отпускал вид золота в его руках он обернулся мысли то угасали, то снова крутили в голове этот слиток. Часть пути позади но в таких местах ночь наступает раньше и колонна сделала привал. У костра Ферст спрашивает шерифа. А если индеец убежит сэр? Ну что же тогда я совершенно не разбираюсь в людях. Твой первый пост смотри в оба. У костра в темноте Ферст смотрит на огонь и блеск золота в голове успокоил и закрыл глаза. Парень проснись. Я заснул простите сэр. Шериф было хотел грубо проучить Ферста но остановился. Тоже хорош долгий путь и поставить юнца первым не дав ему прийти в себя. Но спустить это неправильно. После долгого пахода наша армия сделала привал и один всего один заснул часовой сколько тогда погибло. Ферст смотря на шерифа сглотнул слюну. Иди отдохни я посторожу. Индеец. Шериф я присматривал за вами дорога отбирает много сил. Утром мастерсон решает бросить тюрьму и отдав коней негру и индейцу отправились в путь. В дороге разговор шерифа с пленными. Что случилось как вас угораздило попасть в кандалы? Индеец. Коня. Наших коней увели белые много наших убили. Без лошади не прожить в наших местах и воин не воин без них. Коней я угнал а сам вот попался. А ты уголек. Я буру сэр. Свобода сэр хотел попасть в штат. Там говорят нет рабства. Ферст слышит этот разговор и вот золото стало тускнеть перед желаниями и поступками задержанных. Темнело вдали появился свет. Станция. Момент радости но индеец говорит. Станция дальше завтра к полудню мы доберемся. Шериф возможно это апачо. Индеец нет это место. Гуронов апачит дальше на север. Шериф. Заберемся выше и посмотрим что гадать. Поднимаются на выступ. Шериф смотрит в трубу. Видит женское очертание и вторых у костра. Что там шериф? Спросил форст. Передает трубу ферсту и говорит. У повозки слева. Девчонка. Удивленно говорит ферст. Пойдем. Спускаются вниз шериф задумчив. Кто бы они не были но это не фермеры и девка у повозки. Индеец я подберусь осмотрю. Индеец уходит и возвращается. Видел вторых но их больше я могу выкрасть девчонку. Нет напугается закричить дело будет туго. Я попробую я смогу сэр. Берет нож. Индеец говорит как лучше подойти. Ждем под утро когда крепко заснут. Ферст пролез под телегой закрыл рот девке рукой. Она встрепенулась. Тихо-тихо не кричи шепнул он на ухо. Она кивнула головой. Я развяжу тебя. Режет веревки двоя у костра храпят кряхтят создают тревожность. Удачно уходят к своим. Как тебя звать ты как тут оказалось шериф ябельстар меня похитили эти негодяи. Является губернатором ваш отец. Да уходим. Просят индейца запутать следы. Недр просится помочь. Два лошади поднимут больше пыли. Местность открытая будет сложно пройти тихо и незаметно. Индеец. Привяжи к моей лошади тот сломанный кактус. Негр зачем? Поднимем больше пыли чтобы наши спины были не видны. Герои разделились. Банда вскочила осмотрелись поняли. Девка пропала вдали. Пыль топот ржания лошадей. Танин бьет бандита. Пес ты куда смотрел? Догнать выродки. Она нам нужна живой. Погоня под пылью от копыт. Индеец и негр уводят за собой погоню давая время остальным уйти. Танин чувствуя что что то не так останавливается и сквозь пыль видит другие силуэты сзади поняв что скачат не в ту сторону и командует сменить направление погони развернувшись и погнавшись за мастерсоном ферстом и бель. Погоня открытая местность героя как на ладони. Погоня в ракурсах стрельба. Лошадь Бэль убита. Бэль падает и теряет сознание. Ферст возвращается пробует ее поднять но ему стреляют в плече он оседает на землю. Мастерсону ничего не остается развернуть коня и двигаться в сторону бандитов. Танин стреляет с мастерсона слетает шляпа он узнает его. Бен пауза Бен ты ли это друг мой. Сцена плена. Танин держит ствол у виска Ферста тот на коленях второй бандит держит Бэль. Нет твои попутчики у меня может договоримся. Шериф видит что дело дрянь подъезжает и слазит с коня бьет его по холке конь уходит. Нет нет сколько лет не виделись не так должна быть наша встреча ты законик. Ухмыляется. Ты я смотрю тоже выбрал путь. Жизнь изменилась и я вместе с ней. В знак былой дружбы я отпущу вас кроме девки и забудем что это встреча была. Второй бандит неужели ты их отпустишь. Нас сдадут властям парни мертвы. Танин тебя что назначили главным. Я здесь решаю держи девку. Так что нет. Мастерсон подгадал момент когда Танин отвлекся от него и выстрелил. Ферст у падающего Танина выхватил револьвер и выстрелил в бандита держащего Бэль. Тот успел выстрелить в мастерсона. Третий бандит бежал. Сцена смерти бывших друзей. Танин лежит на земле мастерсон облокотившись на бугор. Это должно было быть там выдыхает. И на его лице улыбка пустые глаза смотрит на мастерсона. Окоп дружеский смех курит сигару. Возможно. Сцена 21 подскакали индеец и негр. Сцена у тела умирающего шерифа. Мастерсон отдает жетон Ферсту и говорит. Вот моя пуля меня нашла славно возьми жетон теперь ты шериф закончи этот наш путь. Закончи это дело. Ферст говорит индейцу что приказ мне никто лично не говорил вы свободны спасибо за помощь дальше мы выйдем на встречу генералу и армии вы там навряд ли будете нужны для всех вы мертвой. Ферст копает ему и видит золото. Огляделся. Мысли о том что люди теряют голову от золота и если кто узнает об этом вызовет новую лихорадку и здесь появятся все грехи человечество заставило его забыть о находке. Хоронит мастерсона. Сцена 24 добираются до станции. Смотритель помогает сообщить о них в город. Время проведенное вместе Бэль обрабатывает рану Ферсту симпатия сцены симпатии. Встреча с армией Бэль возвращается к родителям. Ферст назначается шерифом в Дедвуд. Генерал отправляется на поимку банды. Его возвращение он сидит на стуле, курит сигару, пьет кофе. Бэль Стар приезжает в экипаже в Дедвуд. Сцена встречи сопли камера вдаль сцена 30 арест промышленника. Пес в салоне. А как же золото которое нашел Ферст? Байки в годы золотых лихорадок много таких было. Возможно но откуда вы все так подробно и в деталях знаете? Ферста я хорошо знал и эту историю он часто рассказывал ведь она первая которая изменила его жизнь. Надеюсь сэр ваше виски и время стоило эта история. А как же Ферст что стало с ним? Он погиб сэр. Пауза спустя четыре года после смерти жены. Где-то была незаконная добыча золота точнее его там искали Ферст постарался прикрыть этот место но вроде как был взрыв и там он и упокоился. Бунт засыпает на столе. Приезжий встает подходит к бармену и просит номер в салоне. На утро приезжий садится в поезд и в вагоне проплывают картинки слова он понимает то разговаривал с самим Ферстом и понимает что золото было на самом деле а место происходящих событий выдумано что там искали золото но его там никто не нашел. Титры свадьба Ферста как фон под них. Бунт является Ферстом его Бэль умерла от оспы он остался в Дедвуд о том что он Ферст знал только врач который его спас от смерти после взрыва который произошел когда Ферст пытался предотвратить незаконную добычу предполагаемого места с золотом черных копателей. Немного не нужной возможно инфы Ферсту было 25 в 1866 а Буном он стал в 1895 и того 55 лет в то время старели рано. Доктору на момент взрыва должно быть 65 он его спас на момент 1895 год Ферсту 55 лет Бэль умерла от оспы где-то в 43-45 лет чтобы понимать разницу в годах и не вписать кого-то 100 летним стариком. Гамми помер. Тодор 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 Тодор